Игорь Михайлович, добрый день. Сегодня тема у нас достаточно серьезная, впрочем, как всегда. Зачастую приходится сталкиваться с противоправными действиями несовершеннолетних подростков. Возникает вопрос, с какого возраста возникает ответственность? Добрый день. Сразу же отмечу, что привлечение к ответственности не связано с совершеннолетием человека. Совершеннолетие с 18 лет. Но привлечь к ответственности можно, когда человек еще находится в несовершеннолетнем возрасте. Сегодня мы поговорим об основных видах ответственности и о возрасте лиц, которых можно привлечь к этой ответственности. Это административная, уголовная, гражданская. Есть еще ряд ответственностей и наказаний, но мы эти ветки трогать не будем, иначе нам не хватит передачи. Разумеется, чаще всего несовершеннолетних привлекают к административной ответственности за совершение административных правонарушений. Их привлекают, как правило, сотрудники полиции за это. Это может быть и курение, и употребление, распитие спиртных напитков, нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, и неподчинение законным требованиям сотрудника полиции, и заведомо ложный вызов спецслужб. Ну, захотелось там, похулиганить, сидят дома, давай вызовем скорую помощь, там якобы соседка болеет тяжело, соседка жива, здоровая. Или давай вызовем полицию, якобы тут преступление, или давай вызовем МЧС пожар у нас в доме, а этого нет. Разумеется, это административная ответственность. Потерял подросток паспорт, это тоже административная ответственность, он заплатит штраф. Или переходил дорогу в неустановленном месте, он уже не выполнил, как пешеход, требования правил дорожного движения. Он тоже может быть привлечен к ответственности. Распространение экстремистских материалов, мелкое хулиганство, мелкое хищение, ну, предположим, в школе до двух с половиной тысяч рублей похитил у учителя сумочки деньги, да, или у одноклассника, это тоже ответственность. Это может быть незаконный оборот наркотических средств, употребление наркотиков, непрохождение там реабилитации, если подросток стал наркоманом, токсикоманом. Ну, и еще ряд административных составов правонарушений, все это позволяет к ответственности с 16 лет привлекать уже граждан, которые являются на момент привлечения, конечно же, несовершеннолетними. А к уголовной ответственности? К уголовной ответственности тоже общий порядок с 16 лет можно привлечь человека. Основные составы преступления, их там много в уголовном кодексе, разумеется, они предусматривают основание привлечения к уголовной ответственности, возраст. Это возраст 16-летний. Есть также возможность привлечения гражданской ответственности человека, как правило, вследствие совершения противоправных каких-то действий, зачастую. То есть это имущественная ответственность. Ну, приведу пример. Подросток, находясь в алкогольном опьянении, повредил сильно машину. Вот его привлекли к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте. Его привлекли за повреждение имущества, причинившее существенный вред. И потерпевшее, вот владелец машины, привлек еще его к имущественной ответственности. С 14 до 18 лет подросток также несет ответственность, в данном случае имущественную. Но, как правило, в России подростки не обладают своим имуществом, доходами, заработком. Поэтому к субсидиарной ответственности дополнительно привлекаются законные представители, родители или опекуны. То есть человек может подать или в суд, или в рамках этого уже уголовного дела подать иск гражданский в уголовном процессе и взыскивать уже ущерб. Таким образом, из одной ситуации человек может быть привлеченным трижды к административной, уголовной и гражданской. Получается, что в разном возрасте подросток может привлекаться к разному виду ответственности. Совершенно верно. Но прошу отметить, что в уголовном кодексе тоже есть исключения. Там есть закрытый перечень составов преступлений в статье 20 уголовного кодекса. Около 31, кажется, преступления, при совершении которых несовершеннолетний будет привлечен к уголовной ответственности с 14-летнего возраста, а не с 16-летнего возраста. Там не только особо тяжкие преступления, но и те, которые характерны для этого возраста. Разумеется, терроризм, убийство, изнасилование, квалифицирование, все это с 14-летнего возраста. И также одновременно кража, обычная, грабеж, разбой, вымогательство. Зачастую подростки вовлекаются в эти преступления. И законодатель счел возможным вот эту возрастную планку понизить. То есть уголовная ответственность? К уголовной ответственности можно с 14-летнего возраста за отдельные, исключительные составы преступлений, исключительные не в плане тяжести, а вот именно их закрытый вот этот перечень, может быть привлечен с 14-летнего возраста. Игорь Михайлович, получается, что до 14-летнего возраста, в принципе, подросток может совершать любые проноворушения? Давайте так, мой ответ не должен быть призывом к совершению от противоправных действий до 14-лет. До 14-лет, конечно же, никакой ответственности подросток не может быть привлечен ни к уголовной, ни тем более к административной, потому что считается, даже гражданская ответственность, считается, что до 14-летнего возраста человек является малолетним. То есть он в полной мере не понимает характер совершаемых им действий и последствия. Я понимаю, что иногда приходится в разговорах слышать, как же так, а вот если он акселерат, или вот он развит, это маленький Эйнштейн, у него 12 лет, он уже опережает физически, как спортсмен, или как ученый, там 10 вариантов ответов на одну задачу, или как погонение на скрипке играет, или рисует, как Айвазовский, то есть гений. Но мы должны понимать, какие-то области головного мозга переразвиты, это хорошо, это будущая гордость России, но в целом работа мозга, она еще работа мозга ребенка, а не взрослого человека, не подростка. То есть это есть свои изъяны, и поэтому в целом законодатель, независимо от того, какие способности у несовершеннолетнего, его нельзя привлекать к ответственности, исходя из того, что он рассуждает или размышляет, как 16-летний. А если это тяжкое преступление, все равно никакой ответственности не будет? Все равно до 14 лет нельзя привлечь подростка к уголовной ответственности, но здесь законодатель тоже нашел свой механизм воздействия на таких трудных подростков, привлекают к административной ответственности родителей, или там опекунов за ненадлежащее воспитание. У меня был случай, когда подросток такой очень развитый, он в 13 лет начал сексуально домогаться сверстников, применял даже насилие к ним сексуальное, то есть и не могли возбудить дело уголовное, выносили постоянно постановление об отказе в возбуждении дела ввиду недостижения возраста уголовной ответственности. И тут ему 14 лет исполняется, и он становится соучастником изнасилования уже взрослой женщины. Тут же был привлечен к уголовной ответственности, и к нему применены были меры наказания. Он в любом случае будет поставлен на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, с ним будет проводиться профилактическая работа. Этих мер на сегодняшний день с точки зрения психологии подростковой достаточно. То есть есть все-таки способы его как-то струнеть. Конечно, какой смысл его осуществить? Мы закончим, я не думаю, что будет возврат к тем временам сталинские, когда и подростков привлекали к ответственности, даже расстреливали, и малолетние несли какую-то ответственность даже за родителей врагов народа, ну, впоследствии реабилитированных. То есть до 14 лет это малолетний, на него нужно смотреть как на ребенка, даже если он вырос в 2 метра, занимается баскетболом, там в НХЛ где-то, и очень там сильный человек. Просто описывали как-то в СМИ случай, как подросток, и, видимо, ему не было 14 лет, он просто затерроризировал всю школу, а когда родители других детей попытались на него как-то воздействовать, то он знал вот эти свои права, и все разводили руками. Вот реальная такая история в Приморском крае была. Это бездействие инспектора полиции, который следит за этим подростком, контролирует его, должен проводить какую-то профилактику с ним. Если привлекли подростка к ответственности, есть ли нюансы работы с ним следователя? Не только следователя, и для суда, и для оперативных работников, конечно же, нюансы есть с точки зрения уголовного права, всего уголовного законодательства, уголовное, уголовно-профессиональное, уголовно-исполнительное. Конечно, делается акцент, и есть специальные нормы, которые регулируют взаимоотношения должностного лица с подростком. Опять-таки, учитывается его психика, еще незрелый его возраст, конечно же, имеются какие-то ограничения, льготы, исключения. Предположим, допрос не более двух часов. А родители? В обязательном порядке присутствие родителей законных представителей, в обязательном порядке присутствие адвоката профессионального. Не просто так, мама сказала, я буду защищать своего сына. Я могу, я много смотрела передач Астахова, я все знаю. Нет, в обязательном порядке будет адвокат. Если не исполнишь 16 лет, еще привлекут педагога. Да, от него мало что зависит, но считается, что педагог может войти в контакте быть с подростком в ходе проведения следственного процессуального действия, что-то ему пояснить. К нему, может быть, к педагогу больше доверия будет. Ну, это и учителя в первую очередь. А может быть такая ситуация, когда подросток будет освобожден от ответственности, даже если он совершил определенное преступление, и ему уже более 16 лет? Ну, 16 лет или более 14 лет. То есть наступил возраст привлечения к ответственности, а его по каким-то причинам не привлекают. Такие ситуации бывают, когда выявляются задержки в психическом развитии, не связанные с психическим расстройством. Это могут быть слабоумия, это могут действительно быть задержки, связанные с логопедией. То есть заикаются очень сильно, и на моей практике это явилось основанием для освобождения его от уголовной ответственности. Это может быть социальная, педагогическая запущенность. Предположим, из-за мая у детей из неблагоприятных семей. Он и в школу толком не ходил, он на уровне первого класса, хотя он уже семиклассник, условно восьмиклассник. Проблемы с родителями, я уже не говорю про гигиену. Он вообще не развит, то есть чуть-чуть инфантильнее. Тогда, разумеется, проводится экспертиза комплексная психолого-психиатрическая. Да, конечно, и ставится вопрос, он вообще по уровню развития психического. Есть гормональные задержки, когда все уже сверстники высокие, а он по-прежнему маленького роста. Конечно, будут проводить экспертизу и устанавливать, что с ним. Если выявлены будут такие нарушения, то, безусловно, будет поставлен вопрос об освобождении его от ответственности, так как будет считаться, что он не в полной мере понимал характер, значение тех действий, которые... То есть, получается, по медицинским и социально-психологическим показаниям? Ну, грубо говоря, да. Иногда выясняется при проведении экспертизы психиатрической, что подросток невменяемый. Приведу пример. Группу подростков, там были совершеннолетние, которые регулярно совершали квартирные кражи, раскрывают, привлекают всех к ответственности, проводят экспертизу, одному из них выясняется, что у него шизофрения. Конечно, он освобождается от уголовной ответственности. На моей практике был случай, когда нормальный парень, подросток уже совершил один разбой, затем кражут. Я был адвокатом, ему доверил суд, не стали применять меры реального лишения свободы, наказания, мера наказания. Тут проходит какое-то время, он ко мне подходит, Игорь Михайлович, хотел бы посоветоваться. Я уже скоро заканчиваю школу, не хочется заканчивать ее. Можно я стану? У вас же связи есть в ФСБ, можно меня зачислят в штат киллеров? Я говорю, как это штат киллеров? Он такой, ну я знаю, я собрал литературу, уже там известные авторы, авторы есть американские, и они там все раскрыли вот эту тайну. Это уже не тайна, то есть во всех спецслужбах, там в ФСБ, ЦРУ, ФБР, есть штатные киллеры разных возрастов, там и женщины, и мужчины. Вот я вот решил стать таким киллером. Выбрал себе профессию? Выбрал себе профессию. Говорю, может быть, ты поторопился, закончи школу, поступи куда-нибудь в ВУЗ, а там и пройдет уже желание. Нет, вот у меня есть уже литература, я купил несколько книг, нашел, вот читаю, изучаю. Я ему возражаю, говорю, ну это детективный жанр, наверное, ты так серьезно не подходи, поможете или нет? Я говорю, я не помогу, потому что я общаюсь с оперативниками, со следователями. Ну он, конечно, разочаровался, что я не помог ему, ушел. Через какое-то время узнаю, он совершил очередное преступление, но был освобожден от ответственности, потому что был признан невменяемым. Это, кстати, всем родителям на заметку. Детские вот травмы черепно-мозговые, они могут, если они не пролечены в детстве, ну ребенок, да, ударился головой, затошнило, там болит голова, а через какое-то время, неделя, две, три вроде бы прошло, бабушкиными методами, там капельки, какая-то валерьянка, там примочки. В мозгу вот этот очаг, если не погасить на сегодняшний день медикаментозным лечением, это нейрохирургия, это неврологи, то это заканчивается, есть такой посттравматический синдром, заканчивается последствиями, там через 5-10-15 лет ребенок может сойти с ума. Вот здесь была такая ситуация, он получил какую-то травму, через какое-то время она прошла у него, через 10-15 лет последствия, которые закончились невменяемостью. И это очень часто, почему при проведении экспертиз, особенно подростки, когда уже ближе к 18 лет, один из вопросов, были ли черепно-мозговые травмы, какое течение, какой диагноз, проходили ли его лечения. И вот зачастую, как раз, когда неожиданно происходит такое, родители говорят, как так, все живы-здоровы, это не может быть наследственностью, врачи возвращают их к психиатре в детство и говорят, не получал ли он черепно-мозговые травмы. Еще момент, на который хотелось бы обратить внимание, что день рождения – это не день возможности привлечения к ответственности человека. Что это значит? Приведу пример, чтобы было понятно. Подростки справляют день рождения, очень весело, вышли со спиртным на улицу, во дворик сидят, продолжают распивать. Это распитие спиртных напитков в общественном месте. Подходит наряд полиции, можно ли привлечь именинника к административной ответственности. Ему 16 лет, нельзя. Потому что в день рождения он еще не достиг возраста привлечения к ответственности. Только на следующий день, если он будет распивать, он будет привлечен к любому виду ответственности, день рождения убирается. То есть это еще дается возможность, так скажем, законодателям, условно, конечно говоря, дается возможность ему подумать и не совершать правонарушения в дальнейшем. Вот в день рождения нельзя привлекать к ответственности. В общем, сегодня вы раскрыли несколько лайфхаков для подростков. Да, если так можно сказать. Также от ответственности может быть освобожден подросток, когда у него есть психические расстройства, но они не исключают вменяемости. Ну, приведу пример. У нас в начале 90-х взрыв был на второй речке Арсенала. Я так понял, подростки откуда-то там взяли патроны. И вот один из них, как бы сделал из них что-то вроде гирлянды такой, ну и носил с собой, как ковбоя. Вот, разумеется, это хранение, ношение боеприпасов. Но он был освобожден от ответственности. Ввиду того, что ему провели психиатрическую экспертизу, оказалось, что он больной эпилепсией. Это тоже основание для освобождения было. И от ответственности, и от наказания. Ну, то есть существует ряд заболеваний, которые... Всегда подростков всегда оценивают с точки зрения их психического, физического развития, прогоняя их, проводя через призму психиатрии, психологии. То есть на них всегда смотрят как бы осторожно. Потому что с виду подросток может быть как бы и взрослым человеком, но оставаться вот с элементами вот этого инфантилизма и порой усиленного. Игорь Михайлович, мы поговорили про подростков, про предельный низкий возраст, с которого может наступать разного вида ответственность. А есть ли возраст, после которого уже человека не привлекут к ответственности? Ну, то есть по старшинству. Я понял вопрос. Да, есть возраст непривлечения к ответственности до 14 лет по уголовному кодексу, по гражданскому кодексу. Административная ответственность. Недостижение 16-летнего возраста – это запрет на привлечение. Но что касается высшей планки, то законодатель ее не ввел, она отсутствует традиционно. То есть человек, совершивший преступление в течение жизни, даже в последний день своей жизни, даже когда он очень пожилой и дряхлый, он подлежит уголовной, в том числе, ответственности, если мы говорим об уголовной ответственности. Но, конечно же, здесь будут проводить экспертизу психолого-психиатрическую и медицинскую тоже. Уже там будет целый комплекс экспертиз на предмет выявления каких-то уже отклонений возрастных. Такое бывает. У меня был случай, когда женщина очень пожилая была соучастницей заказного убийства. Ну, оно было предотвращено, разумеется. Но когда назначили экспертизу, оказалось там букет и уже возрастных физических заболеваний, которые в совокупности влияли и на психику, и нарушение психики. И в конечном итоге все поняли, что у ней по целому ряду причин, ее нельзя привлекать к ответственности, так она, по сути, невменяемая. Хочется пожелать нашим телезрителям, всем, на самом деле, и подросткам, и взрослым людям, психического, физического, и любого здоровья, и, конечно, понимать законы. Игорь Михайлович, спасибо за беседу. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.